Проповедь «Господа, нам хочется видеть Иисуса» была произнесена в среду вечером 4 марта 1964 года в Скинии Гавани Душ в Далласе. От Техас, Соединенные Штаты Америки. Небесный Отец, мы просто сейчас ждем наступления времени Твоего прихода. Великое пробуждение, которому мы так чудно радовались, которое прошло по всей стране и по всему миру, что огонь пробуждения возгорелся в каждой стране Поднебесья. По всему миру в настоящее время идут великие служения исцеления, круглые сутки и по всему миру, которые начались несколько лет тому назад. Простые люди вышли с верою и вызвали это оживление. Небесный Отец, мы сейчас подбираем колосья в наших городах и по всей стране. Есть ли там еще Господь те, которые еще не вошли? Если есть, Боже наш, мы молим, чтобы Ты прислал их. Если есть еще души в Далласе, которые могут быть искуплены, даруй Господь, чтобы как-нибудь, каким-либо образом, Ты достиг их во время этого собрания. В этом мире о нас не слишком хорошего мнения, и мы этого ожидаем. Но когда наш Господь пришел на Землю, и о Нем не слишком хорошо думали. В те времена в мире были миллионы людей, но только некоторые услышали Его. Но все, предназначенные к жизни, услышали Его. Я молю, Боже, искренне, чтобы Ты дал в этот вечер и на протяжении собрания всех тех оставшихся в Далласе без печати Божьей на их челах. Даруй, чтобы они пришли и были славно наполнены Святым Духом. Молю, чтобы Ты исцелил здесь, в этой местности, всех больных и страдающих, имеющих веру. Благослови нашего дорогого, доблестного брата Гранта. О, увидеть его настолько окрепшим! Этот бедняга подорвал свое здоровье, стоя в молитвенных очередях, с глубокой искренностью. Он мне по сердцу. Я так рад видеть Господь, что Ты так удивительно благословил Его. Пусть Твоя милующая рука будет на нем и на всех тех в этой стране, которые любят Тебя и ожидают Твоего пришествия. Благослови свое слово. И, Отец, мы молим, чтобы Сам Иисус пришел к нам в таком реальном виде, таким реальным образом, чтобы каждому из нас удалось увидеть Его. И чтобы все те, которых Ты предназначил к жизни, приняли это. Пусть больные примут Его, и пусть они исцелятся ради Царствия Божьего. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь мы постараемся заканчивать служение между девятью и полдесятого, из-за такого количества людей. Так что вы сможете снова прийти завтра вечером. В этот вечер немножко формально. Я хочу взять место из Писания, которое читал много раз. Здесь есть люди, которые никогда не были ни на одном из этих собраний. Поднимите ваши руки, давайте посмотрим. О, практически 80 или 90% этого здания, то есть людей в этом здании, не были на собрании. Очень рад видеть вас в этот первый раз. Теперь, всякий знает, что никакой человек другого не исцеляет. Даже нет такого доктора, который может тебя исцелить. Исцеление от Бога. Я Господь, исцеляющий все недуги Твои. Никакой доктор не скажет тебе, что у него есть лекарство, которое вылечит тебя. Если он так скажет, то он тебя дезинформирует. Потому что братья Майо недавно на интервью, когда этот бедняга Донни Мортон был исцелен в Канаде, от которого в Майо отказались, что произошло на западном побережье. Вы видели это в Ридерс Дайджест. Они пригласили меня на интервью, и они сказали, мы не заявляем, что мы исцелители, брат Бранхам. Мы просто помогаем природе. Есть один исцелитель – Бог. Бог единственный, кто может строить клетки, приводить к жизни, так что это находится не во власти человека. Доктор может вправить кость или дать тебе лекарство, чтобы отравить бактерии. Вот столько-то этого. Он кладет и противоядие, чтобы ты не умер от него, а бактерии погибли и так далее. Это он может сделать. Но поврежденную ткань или сломанную кость, вырезанный аппендицит, аппендикс – этого он исцелить не может. Для этого нужен Бог. Бог исцеляет. Человек может удалить что-нибудь, причиняющее это, если возможно удалить тот орган. Он может вырезать его, перерезать вены и вытащить его. Или ту ткань, те дикие клетки, например, опухоль, рак или что-нибудь. Если он сможет добраться до нее, он может это убрать. Но исцелить он не может. И он вам это скажет. Вот, исцеление только от Бога одного. Только Бог один купил нам наше исцеление. От нас зависит делать все, что мы можем в нашей жизни, и всяческими способами, какие дает нам Бог для нашего исцеления. Но исцеляет именно Бог. Если в этот вечер Бог позовет тебя отправиться домой, то никакая в мире медицина тебя здесь не удержит. Ничто тебя здесь не удержит. И если Он выясняет, что ты в этот вечер умрешь, ты не умрешь. Так что все это зависит от Бога. Бог – это жизнь. Жизнь вечная. Он не был Богом в то время, потому что Бог, английское слово «бог», означает «объект поклонения». А тогда ничего, кроме Него, не было. Он был вечным, просто вечным. Там не было ни луны, ни звезд, ни ангелов, ничего. Но в этой сущности, которую мы называем «Отец наш Бог», были атрибуты. В Нем был атрибут быть Отцом, в Нем был атрибут быть Богом, в Нем был атрибут быть Сыном, в Нем был атрибут быть Спасителем, в Нем был атрибут быть Исцелителем. И все то, что мы сейчас видим, просто выражает его атрибуты. Теперь, если ты был в его мыслях в начале, если ты имел жизнь вечную, есть только одна форма вечной жизни. Вечная жизнь не имеет начала и не имеет конца. Поэтому, если у тебя была вечная жизнь, то ты был атрибутом Божьего мышления, еще когда ничего не было, кроме Него. Твой облик, твой вид и то, какой ты сейчас. Это просто негатив, когда ты приближаешься примерно к 20-22 годам. Ты был негативом, и смерть проявляет фотку в позитив, что когда эта земная скиния разрушится, нас уже ожидает другая. Понимаете? Это просто показ. Теперь это показывает, что было сделано. Подобно как Бог стал Богом, когда Он сотворил ангелов. Он стал Сыном, когда Он сотворил Христа Иисуса. Он стал Спасителем, когда Иисус умер. Он становится Исцелителем, когда Он мучен был за преступления наши, ранами Его мы были исцелены. Все эти вещи – атрибуты Божьи. Таким образом, в конце в Библии сказано, Иисус сказал, «Вы узнаете, что Я в Отце, Отец во Мне, Я в вас, и вы во Мне». Это Бог становится осязаемым. Ваша собственная жена. Вы со своим мужем – это просто тень, негатив от Бога и Его жены, церкви. Видите, это просто Божий атрибут, показанный в тенях и образах, подобно как Ветхий Завет служил для нового. Понимаете? Затем, в конце, все это заканчивается. Бог осязаемый. Бог во Христе, осязаемый, стал плотью, обитал среди нас. И в том грядущем великом тысячелетнем царстве Бог в виде Христа восседает на троне Давида, и его невеста – церковь, муж и жена вместе. «Еще бы! Это самое! Этого достаточно, чтобы сердце верующего вспыхнуло огнем!» «В эти великие часы, в которые мы живем, когда все надежды и народы и все остальное рушатся на нас, под нами, мы обретаем царствие!» «Мы крещены в это царствие!» Теперь мы возьмем это небольшое формальное послание в этот вечер, чтобы показать вам то, что я хочу, чтобы вы увидели на этих собраниях. Мы читаем, извините меня, у святого Иоанна, 12 глава, 20 стих. И наша тема по-прежнему сначала, подобно как в этот вечер, и на основании всей нашей литературы и остального, евреям 13,8. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды, Галилейской, и просили его, говоря, «Господа, нам хочется видеть Иисуса». В этот вечер мы хотим задать один вопрос. Если он вчера, сегодня и во веки тот же, и эти греки, язычники, просили увидеться с ним, и это устроил один из его слуг. И если он по-прежнему остается тот же самый вчера, сегодня и во веки, то почему бы нам не увидеть его в этот вечер? Видите? Господа, нам хочется видеть Иисуса. Теперь я уверен, что сердце любого верующего затрепетало бы при подтверждении его веры, если бы он действительно смог увидеть и понять, что он находится в присутствии Иисуса Христа. Я думаю, это было бы самым волнующим для любого человека, любого верующего, о чем он мог бы подумать. Действительно знать, что он находится прямо в присутствии Господа Иисуса Христа, своего святого Судии, своего Искупителя, который будет его судьей на суде. Вот, об этом попросили. Эти греки пришли на поклонение. Может быть, они были обращенными в еврейскую веру. И они были там на празднике, поэтому они, должно быть, были празелитами. И они слышали об Иисусе. Вера появляется от слышания и слышания Слова Божьего. Так вот, где-то в Писании они, несомненно, слышали или читали о том, что из себя будет представлять Мессия. И понимая, что если бы они, сей муж претендующий на роль Мессии, он должен обладать всеми присущими Мессии качествами. Так вот, там уже много было, уже много приходило лжемессий. Мы знаем, что даже был один по имени Иисус, который появился как раз перед помазанным. Мессия был помазанным, что означает Христос, помазанный Святым Духом Муж, полнота Божества, был Мессией, Богом в человеке. Человек и Бог стали одно целое, когда Бог вошел в человека. Так вот, эти греки очень заинтересовались. Они слышали о некоторых великих делах того человека, который делал такие заявления. И меня восхищает, что у них было достаточно искренности, чтобы вникнуть во все это. Думаю, если бы мы все больше старались, если бы глубже вникли в то, о чем услышали, и судили об этом по слову. Так вот, Бог никогда не меняет своего образа действия. Он всегда остается таким же. Так вот, Он не может поменять, потому что... Первое Божье решение – это Его решение. Всегда должен остаться при том решении, когда Его приглашают на сцену, подобно как сегодня. Когда впервые в Эдемском саду был совершен грех, и Ему пришлось принять решение о том, как Он будет избавлять человека. И Он принял свое решение – искупить Его пролитием крови невинного. И Он этого не поменял. Мы пытаемся их воспитывать, строим башни и города, и теологии, и образования, и церковные деноминации, и втаскиваем их в эти деноминации, но это никогда не срабатывало и никогда не сработает. Бог спасает человека, пролитой кровью невинного. Он это никогда не меняет. Неважно, какие бы лучшие пути мы не придумывали бы. Это – то Божье решение. И Он не может принять какое-то решение, чтобы сегодня – одно, а завтра – другое. Когда Он принимает решение, Он совершенный. Ему не надо Его пересматривать. Когда Бог говорит что-то, это вечная правда, потому что Он вечный, и слова Его вечные. Бог с самого начала уже знает, чем закончится, поэтому Он отвел своему миру определенную часть слова для каждого поколения по мере их прихода. Он посылал пророков в Ветхом Завете. Мы изучали в Евреям один. Бог многократно и многообразно говорил Отцам через пророков в эти последние дни через Своего Сына Христа Иисуса. Теперь хорошенько исследуем это местописание. Когда Иисус был на земле и говорил, что Он – Сын Божий, Его осуждали. Он сказал, почему Вы осуждаете Меня, когда Я говорю, что Я – Сын Божий, когда Вы называете богами тех, к кому приходит Слово Божье? Считали, что Авраам был Богом, что Илия был Богом, что Исаия был Богом, потому что Слово Божье приходило к ним. И они были в определенной мере богами. Иисус сказал, что они были. Он сказал, вы называете их богами. Вот, вы видите, когда человек был помазанным, например, как Иосиф, он изображал Христа. Когда Моисей был помазан, он изображал Христа. Когда Моисей был помазан, он изображал Христа. Все вели прямо ко Христу. И Он был полнотой Слова. В Нем проявилось Слово. Он был совершенным помазанным. На них это было в какой-то мере. На нас это в какой-то мере. Он был помазанником. Весь Божий план заключался в Нем. Весь Божий план заключался в Нем. Он был Словом. И Он был Словом. И Он по-прежнему Слово. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Запомните, Он приходил к отцам через пророков, давал Себя узнать через пророков. А затем, в эти последние дни, через Своего Сына Христа Иисуса. Он был проявленным Богом. Заметьте, Слово всегда приходит к пророку. Бог никогда не совершает труд через группу людей. Он трудится через отдельного человека. В дни Ноя Он действовал через Ноя. В дни Моисея через Моисея. В дни Ильи действовал через Елисея и Илью. Через Исаию и тех пророков во время их прихода в той эпохе. А тогда, когда Он был здесь, Он проявился полностью, не в фарисеях и саддукеях, но в Иисусе Христе. Он был Словом. Вот почему Он мог сказать то, что Он сказал. Вот такие заявления Он мог сделать. Так вот, эти греки знали об этом. Понимаете, на протяжении каждой эпохи Бог давал столько то Слово, а церкви все это запутывали. Тогда Он посылает им пророка и подтверждает то Слово. Это точно как в любое другое время. Мы говорим сегодня и говорим, что методисты, лютеране говорили, если вы верите, это все, что вам надо делать. Вы оправданы верою. Верьте. Многие говорили, что они верят, но этого не имели. Мы знаем это. Вот пришел Уэсли с тем, что называли второе действие благодати – освящение. Все восклицающие и освященные имеют это. Многие восклицали, но не имели этого. Вот пришли Пятидесятники. Сказали, все говорящие на языках имеют это. Многие говорили на языках и этого не имели. Вот приходит христианская наука и говорят – это любовь, плод Духа. Многие из них показывают плод Духа и не имеют этого. Те фарисеи могли бы показать плодов в десять раз больше, чем Иисус. Вы знали об этом? Теперь, что если бы я взял, скажем, да простит меня Бог? Я как бы приму другую сторону. Я скажу – вот тут в Далласе есть один человек, просто молодой парень, вырос вот здесь. Не где-нибудь в какой-то… здесь в каких-то трущобах. Называет себя пророком. Там, в Галилее. Вот как раз он идет. Я собрал вас всех здесь, чтобы показать вам, что тут неправильно. Этот человек заявляет, что он пророк. Теперь я хочу у вас кое-что спросить. Кто учился с самого детства, если не ваш благочестивый старый священник? Кто же, если не ваш благочестивый старый священник, стоял возле твоего папы и твоей мамы, когда ты родился? Кто, если не ваш благочестивый старый священник, взял тебя в свои руки и обрезал тебя, и посвятил тебя Господу на восьмой день? Кто приходит к вам, когда вы больны и в нужде, если не ваш благочестивый старый священник? Кто, если не ваш благочестивый старый священник, учился и принес в жертву все годы юности своей, чтобы изучить весь закон и остальное? Откуда же взялся этот молодой человек, этот Иисус из Назарета? Какую школу он окончил? К какой организации он принадлежит? Какая у него членская карточка? Никакой Теперь единственное, что он делает, это осуждает тех, у кого она есть Да кто вообще этот парень такой? А вы, бизнесмены, Иегова потребовал приносить в жертву агнца кровь И ваш благочестивый старый священник устроил там несколько загонов для скота? Вы, ребята, коммерсанты, и продаете шелк и прочее И он устроил там место, чтобы вы, торговцы, могли его купить, уплатив свои деньги, этого агнца, чтобы принести за ваши грехи Что сделал этот молодой человек? Пришел туда и все там перевернул Смотрел на них со злостью, отстегал их, перевернул там столы, менял Разве вы назовете это плодами духа? Нет, должен сказать нет Даже пытался помешать вашему спасению, ваша кровь, которую потребовал Иегова Это не может быть от Иеговы Видите, как нереально это показалось Разве священники тех дней или те пророки, когда Иосифат сидел вместе с Ахавом и четыре сотни хорошо обученных священников из школы Пришли туда и сказали Ахаву и остальным Та земля принадлежит тебе Это неправильно, что филистимляне набивают свои животы пшеницей, принадлежащие Израилю Всемогущий Бог дал нам это И так говорит Господь Поднимайся и иди Но вы знаете, Иосифат был духовным человеком Для него это не прозвучало правдоподобно Он сказал, нет ли у тебя еще одного, которого ты мог бы спросить Он сказал, есть один, но я не люблю его Да, конечно Он всегда пророчествует злое Он всегда пророчествует злое Он осуждает наш народ, что бы он ни делал Он не согласится с остальными. Сказал, не говори, царь, так, но приведи его. И когда пришел Михей, сын Иемвлая, он увидел видение. Он сравнил свое видение со словом. И когда увидел, что его видение совпадает со словом, он сказал, «Иди, но я видел всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». Видите, кто был прав? У них действительно что-то было, и та земля принадлежала. Но она принадлежала им при определенных условиях. Так и благословения этих последних дней принадлежат этой церкви, но при условиях. Вы должны отвечать тем условиям. Если не отвечаете, то можете проводить всякого рода служения исцеления, служения восклицания, служения прославления, служения приношения плодов, служения говорения на языках, и не будет вам от этого никакой пользы. Вы должны отвечать Божьим условиям. Вот почему эти греки желали увидеть сего мужа. Они знали из слова, каким должен быть Мессия, и они хотели видеть Его. Они были язычниками. Они слышали о Нем, и они захотели Его увидеть. Теперь, если они захотели увидеть Его и получили эту привилегию, не кажется ли вам, что здесь, в Далласе, в этот вечер, если Он сказал в Писании, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и мы хотим увидеть Его, вам не кажется, что Он дал бы нам то же самое? Запомните, если Он не даст, тогда это не то же самое вчера, сегодня и вовеки. Я верю, что Он тот же самый. Бог в эти последние дни совершил удивительное для народа. Это очень напоминает мне об одной женщине, тут недавно, в Луисвилле, штат Кентукки. Ее сынишке было примерно два или три годика. И у мальчонки было, должно быть, развивалась психическая болезнь. И она отвезла его к доктору. И доктор лечил его какое-то время. Но ей показалось, что ему становилось хуже. Но, что касается доктора, тот сказал, «Я думаю, что ему уже лучше». Итак, она решила его проверить. Она повезла его в дешевый магазин. И она взяла какой-то предмет, который мог бы привлечь внимание этого ребенка. Но он на него не смотрел. И она прошла к другому прилавку. Там взяла что-то такое, что могло бы привлечь его внимание. Какой-то пистолетик или что-то. И это все равно не привлекало его внимание. И она делала все, что могла. И люди наблюдали, как у нее начиналась истерика. Потом она, наконец, схватила какой-то колокольчик и начала им истерично трясти перед его глазами. И говорила, «Дорогой, смотри!» А ребеночек смотрел невидящим взглядом. Она уронила эту игрушку на пол и начала кричать, «Ох, нет, нет!» кричала она. И кое-кто в магазине подошел к ней, чтобы помочь и узнать, что случилось. «Мой сыночек!» «Доктор говорит, что ему уже лучше, но ему не лучше!» Все, что должно привлекать внимание ребенка, его не привлекает. Он смотрит отсутствующим взглядом. «Я думаю, вот в такое состояние входит наша церковь». «Бог трясет перед нашими глазами всеми обещанными им в Библии дарами, а мы смотрим невидящим взглядом, будто ищем что-то другое». Кажется, будто бы такое духовное состояние церкви, что им не удается увидеть час, в который мы живем. «Они ожидают какой-то сенсации или чего-то, чего-то далеко в будущем». Человек всегда так себя ведет. «Он всегда благословляет Бога за то, что Бог совершил, ожидает того, что Он совершит, и не замечает того, что Он сейчас совершает». «Вам не удается увидеть час, в который мы живем». Вот что хотели узнать те греки. Какой был час и каким должен быть тот Мессия. «Ту часть Писания, ставшую известной в тот день, исполнил ли ее тот Мессия? Вот очевидное доказательство». «Подтвержденное слово «часа» является доказательством». «Не то, что Он должен был иметь плоды Духа, что Он должен был быть юристом в суде правосудия, защищая свою, то есть какую-нибудь фарисейскую или саддукейскую организацию». «Он был проявлением Божьего обетованного слова для того часа». «Хотите узнать, что такое плод Духа?» «Смотрите, что обещает Библия для определенного часа, затем проследите, чтобы это подтвердилось». Вот это является очевидным доказательством. Иисус сказал «Исследуйте Писания, ибо в них вы думаете иметь вечную жизнь. Они являются тем, что свидетельствует обо Мне. Вот что доказывает, кто Я такой». Теперь мы посмотрим одно местописание, прежде чем приступим к чему-то другому. Иисус сказал, когда Он был здесь на земле, в книге Луки, «Как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого». Теперь обратите внимание, и как это было в дни Ноя, перед потопом. Так вот, Иисус читал ту же Библию, какую читаем мы с вами. И все те вещи были тенями. Теперь, если вы хотите выяснить, что было перед днями Ноя, то обратитесь к книге Бытие и прочтите. Он лишь сказал, они ели, пили, женились, выходили замуж. Но если заметите, обратитесь к Бытие 6, прочтите. И там вы знаете, что произошло. Мы видим там, что, когда Сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, то начали брать себе тех женщин. Разводы. Сыны Божьи, славные люди, люди с великими именами. Взгляните сегодня. Наши официальные люди, великие люди планеты, подобно тому знатному лорду в Англии, о котором недавно журнал Life написал статью, что застали в стриптизе. И так далее. Посмотрите на нашего губернатора Нью-Йорка и во всех остальных странах, на аморальность. Посмотрите на разводы. Америка лидирует по разводам по сравнению со всем остальным миром. Посмотрите на женщин, в какой одежде они появляются на улице. А взять мужчин? Чуть ли не в каждом есть какая-то аморальность. В любом увеселении, на сигаретах, виски, в чем бы там ни было. В любом представлении или каком-то в этом обязательно участвует какая-нибудь аморальная женщина. «Как это было в дни Ноя». Иисус сказал, «Как было в дни Содома». Запомните, Он оставил это в покое. Давайте обрисуем Содом. Всего было три рода людей на земле. Это верующие, притворяющиеся верующими и неверующие. Они в каждой группе. Может быть, в какой-нибудь вечер на этой неделе мы будем об этом говорить. Но в то время там были неверующие, содомляне. Там были притворяющиеся верующими. Это были Лот и его группа. И там были вызванные и избранные. Это был Авраам, который был не в Содоме. Три ангела сошли именно перед появлением обещанного сына. И Абраам сошли именно перед появлением обещанного сына. И Лот забыл все обещания и в Содоме. И Содомицы не верили в первом месте. Ведь Авраам странствовал и ожидал обещанного сына. А Лот забыл все обещания и отправился в Содом. И содомляне ему не верили. Это во-первых. Но теперь обратите внимание. Однажды жарким утром с небес сошли три существа. И когда они пришли к Аврааму, один из них остался с ним. А двое из них пошли в Содом. Вызвать тех, кто остался в Содоме. Лота и ушедших с ним. И он нашел только троих. В дни Ноя – восьмерых. Теперь это очень сильное заявление для сего грядущего дня. Как это было? Трое и восемь. Заметьте. Однако там был один, который пришел к Аврааму. Теперь тот, который пошел в Содом, он… Они проповедовали там. Те двое ушедших туда. Они проповедовали и говорили им, что подошло время и языческий мир будет сожжен. Теперь взгляните на картину Содома в эти дни. Не потоп, как при Ное, но в этот раз огонь для уничтожения языческого мира. А настоящие верующие из язычников ожидают обещанного Сына, Сына Божьего. И мы ожидаем. Они не в Содоме. Они вызванные. Содомом были те теплые церковные члены. И там был подобный современному Билли Грейму, что пошел в Содом, среди деноминаций, какой-нибудь Орел Робертс. И они там в нем долбят вовсю, с Евангелием, что их ослепило. Смотрите, какое он там совершил знамения. Те. Теперь посмотрите на Авраама, избранные в его группе. Один остался там и совершил для них знак. Вы знаете, во всей истории мира, во всей истории церкви до сего времени никогда ни разу не было такого, чтобы какой-либо реформатор или любой человек, имевший когда-либо великое служение для язычников, чтобы его фамилия оканчивалась на Хан, как Аврахам. Это Гра-Хам, 6 буков, Авра-Хам, 7 буков. Гра-Хам, 6 буков. Билли Гра-Хам, великий пробужденец, который там в Содоме, среди тех деноминационных церквей, вызывает наружу всех, кого сможет. У нас были Билли Санди, Финни, Сенки, Муди, Нокс, Кальвин и так далее. Но никогда, никогда раньше не было ни Грэ-Хама, ни кого-нибудь с окончанием Х-А-М. Теперь есть один там к формальной церкви, в Содоме, с окончанием Х-А-М, что означает Отец Народов. Еще там был один, который остался с Авраамом, тот, что сидел у его шатра спиной к шатру. И он сказал, Абра-Хам, не Авраам, как тот назывался за несколько дней до того. Абра-Хам, где жена твоя Сарра? Сарра, не Сарра. Видите? Где жена твоя Сарра? Тот сказал, она в шатре позади тебя. Он сказал, я посещу тебя. Я, личное местоимение, посещу тебя, согласно обещанию, которое я дал тебе. И Сарра, будучи в столетнем возрасте, там шатре рассмеялась про себя, подумав, как же я, уже старая, опять буду наслаждаться со своим господином, со старым Авраамом, как молодая, или как люди, ведущие половую жизнь, которая закончилась годы тому назад. Ей было девяносто, а Аврааму было сто. Сказала, наслаждаться с моим господином, когда и он такой старый. И ангел, посланник к Духовной Церкви, различил, что у нее было, что она сказала в сердце своем. И он сказал, почему Сарра усомнилась в этом? Видите, говоря в сердце своем, этого не может быть. И Сарра попыталась возразить. Но поскольку она была частью Авраама, ее неверие осудило бы ее. Но Бог не забрал ее, потому что она была частью Авраама. Церковь уже давно была бы осуждена, но она часть Христа. Заметьте знак, который он дал, когда, повернувшись к ней спиной, сказал о том, что она сделала. Иисус говорил, что это повторится в те дни, когда Сын Человеческий явится. Мы видим Билли Грэйема, мы видим, что готов сойти огонь. Церковь ожидает обещанного Сына. И вот мы здесь. Все в точном соответствии. Ожидает того часа, обетованный Сын. И запомните, какой последний знак увидел Авраам. И мы, рожденные от Духа Христова, царственное семя Авраама. Иисус обещал, что царственное семя Авраама увидит тот же знак, который увидел их отец Авраам перед появлением обещанного Сына. Другого знака не было. Авраам. Сразу же Сарра стала мамой и прибыл Исаак. Последним знаком был Бог, явившийся в человеческой плоти. Теперь кто-то сказал мне, сказал, брат Бранхам, ты ведь не веришь, что это был Бог? Ну, Авраам сказал, что был. Он назвал его Элоим. Посмотрите и увидите, что стоит за главной буквы Г. Увидите, что в оригинальном начале не так, как было здесь. В начале Бог сотворил Элоим, вседостаточный. Бог, проявивший себя в своей церкви среди своего народа. Иисус сказал, здесь был Бог, проявившийся в человеке Иисусе Христе. Вчера, сегодня и во веки тот же. Церкви были показаны всякого рода знаки. Что ж, затем, когда Бог трясет перед ними последним знаком, они смотрят отсутствующим взглядом. Боже, смилуйся над нами. Сколько еще у нас времени благодати. Может, уже позднее, чем мы думаем. Запомните мою первую цитату. Люди пойдут дальше, думая, что они спасены. Точно как в Содоме. Каким он был? Что те греки увидели в нем? Каким он был? Что бы они тогда в нем не увидели. Все, чего они искали, они должны были увидеть это. Теперь посмотрите в 18 главе Второзакония. С 15 по 20 стих. Моисей, это Бог сказал Моисею. И Моисей сказал людям. Господь, Бог ваш, воздвигнет вам пророка, подобного мне. И будет так. Кто не послушает его, тот будет истреблен из народа. Бог никогда не меняет свой план. Теперь те греки разыскивали пророка. Так вот, у них не было пророка 400 лет, со времен Малахии. Но тем грекам было известно, что то обещанное Слово для того дня должно быть пророком. Господь, Бог ваш, воздвигнет вам пророка, как меня. Потому что Слово приходит только к пророку, ни к кому другому, но... Кто из вас это понимает? Видите, смотрите, это настолько совершенно, что когда пророк Иоанн стоял в воде и крестил, то к нему в воду пришел Иисус. Слово пришло к пророку. Он был Словом. И он пришел к Иоанну в воду. Бог никогда не меняет своей системы. Он никогда не меняет своего пути. Он неизменный Бог. Так вот, церкви этому не поверили. Никоим образом. Но это не остановило Божью программу. Она продолжилась. Теперь, Петр, его отец, был фарисеем. Андрей, несомненно, будучи учеником Иоанна, слышал, как он его представил. Сказал, «Вот Мессия, я вижу свет над ним, спускается на него подобно голубю». Засвидетельствовал. Сказал, «Тот, кто сказал мне в пустыне, иди крести водою, сказал, «Тот, на кого увидишь духа, тот свет, сходящего подобно голубю». Вероятно, это был тот же свет огненный, который сопровождал детей Израиля в пустыне. Сходил на него, потому что это был помазанный. Логос. Сошел на него, и он сказал, «Я свидетельствую, это Мессия». Поэтому Петр пришел с Андреем на то собрание. Давайте выясним, каким он был. И если мы выясним, каким он был, тогда мы узнаем, какой он сейчас. И как они распознали это тогда, таким же образом надо распознавать это сегодня, потому что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь вот, что он будет делать, на основании своего обещания. Обратите внимание, теперь мы узнаем, что когда Петр оказался среди слушателей там, где находился Иисус, то Иисус, хотя никогда раньше его не видел, повернулся и, посмотрев на него, сказал, «Тебя зовут Симон, ты сын Ионы». Он не только знал про него, но он знал про его благочестивого старого отца, наставлявшего его. И Петр, которому даже не хватало образования, чтобы написать свое имя, которого считали неграмотным и необученным, однако Богу было угодно поставить его епископом в Иерусалиме. А Иисус дал ему ключи от царствия и сделал его главой церкви. Сей муж, на основании сего раскрытого откровения, зная, каким должен быть Мессия, он сказал, распознал его как Мессию и упал к его ногам, потому что он это сделал. Там стоял один по имени Филипп. Для него не надо было это делать. Но у него был библейский учитель по имени Нафанаил, которого он хорошо знал. Если отметите место, где тогда находился Иисус, это было 15 миль за горой, примерно два дня. А Филипп идет и находит Нафанаила под деревом, молящегося, и приводит его. Несомненно, если бы мы могли услышать их разговор, проходя рядом, они говорили, «Слушай, пойдем посмотришь, кого мы нашли? Иисуса из Назарета, сына Иосифа». Он сказал, «А что хорошего может быть из Назарета?» Слушай, ты помнишь, мы читали в Писании, «Мессия должен быть пророком». О, конечно, так сказано в Библии Моисеем. Мы его последователи. Он сказал, что Господь воздвигнет пророка, подобного ему. Все верно. Так вот, Иисус из Назарета – именно тот пророк. Ты помнишь того бывалого рыбака Симона оттуда? Да, он сын Ионы. Да. Однажды ты покупал у него рыбу, так он даже купчую не мог подписать. Да. Когда он подошел к нему, он сказал, «Тебя зовут Симон, ты сын Ионы». Я не удивлюсь, если он будет знать все о тебе, когда ты придешь. Ох, Нафанаилу надо было это увидеть, поэтому он пошел с Филиппом. Я не думаю, что он попал в молитвенную очередь. Может быть, он сидел или стоял в аудитории, где бы это ни было. Иисус молился за больных. И как только Иисус посмотрел на него, он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Теперь он узнал его не по одежде. Люди на Востоке одевались очень похоже. В тюрбанах и сандалиях, и в свободно свисающей одежде, носили бороду. Он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Так вот, он мог быть мусульманином, он мог быть турком, он мог быть кем-нибудь еще. Но откуда же он узнал, что тот израильтянин, и что в нем не было лукавства? И это его сразу убедило. И он сказал, «Рабви, откуда ты знаешь меня?» Он сказал, «Перед тем, как позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». То, что надо. Этого было достаточно. Там это было. Там был Мессия. Тот сказал, «Ты Христос, царь Израилев». Может быть, его пастор стоял там, но это ему не мешало. А там те стояли, говорили, «Это человек Вильзевул». Им надо было отвечать их собранию, понимаете. Говорили, «Этот человек совершает это дьявольской силой, он предсказатель или что-то такое». Иисус сказал, «Вы так меня называете? Нечистым именем. Дела Божьи нечистым именем?» Он сказал, «Вы говорите это о Сыне Человеческом. Я прощу вам». Но когда придет Святой Дух в этом периоде совершать то же самое, ни одно слово против Него не будет прощено ни в этом мире, ни в грядущем мире. Вот что он сказал. «Я верю, что он говорит правду». Посему Филипп распознал. Почему? Там это появилось. После многих лет без пророка. И вот этот человек знает его. И знает, что не в порядке и чем он занимался. Иисус. Теперь быстро, перед окончанием. Однажды он спускался в Ерехон, который был под горой. Но ему надо было проходить через Самарию. И он шел дорогой, проходившей у города, названного Сихарь. Так вот, есть три расы людей. Верьте, как вам угодно, но это есть. Это народы Хама, Сима и Иофета. Обратите внимание, когда евреи. Они ожидали Мессию. А самаряне были наполовину евреи, наполовину язычники. Они ожидали Мессию. Но язычники, мы англосаксы, мы были язычниками, филистимляне и прочие, понимаете. Но заметьте, он приходит только к тем, которые его ожидают. В этот вечер, он исцелит только тех, которые ожидают от него исцеления. Он спасет только тех, которые ищут спасения. Теперь понаблюдайте за ним, когда он посылает учеников в городок Сихарь за каким-то, каким-то продовольствием. Когда они ушли, пришла красивая молодая женщина. Она была женщиной с дурной славой. Сегодня мы, может быть, называли бы ее гулящей. Родители, может быть, выставили ее за дверь, когда она еще была молоденькой. И вот так она зарабатывала себе на жизнь. Но нечто было в сердце той дамочки. Она пришла примерно в 11 часов, потому что не могла появиться здесь с другими девушками. Если кто-либо здесь бывал в Индии и в восточных странах, обычаи не поменялись. Они не могут общаться вместе. Хорошие и плохие люди. Поэтому они... Она пришла, а Иисус сидел там. На таком небольшом пятачке колодец оплетал виноград. И там был общий городской колодец. И люди приходили набрать воды. И она пришла набрать себе воды почти в полдень. А девушки приходили за водой рано утром. И потом они шли заниматься мытьем и стиркой. А она зарабатывала себе на жизнь другим способом. Так что она приходила за своей около полудня. Когда там не было девушек. Потому что ее прогнали бы от колодца. И вот она, не замечая, что там кто-то сидит, прицепила крючок к кувшину и спустила его на вороте в колодец. И начала тащить его наверх. Она услышала, как чей-то голос сказал. «Женщина, дай мне пить!» И она посмотрела туда. Там сидел какой-то человек, оказавшийся евреем. Он, должно быть, выглядел немного старше своих лет. Потому что ему было всего 30, примерно 33. А в Библии сказано, он выглядел на 50. Вы знаете, когда евреи сказали, «Тебе не больше 50, а ты говоришь, что ты видел Авраама». Он сказал, «Прежде чем Авраам был, я есть». Видите? Должно быть, его борода была немного седой. Или еще почему-то ей так показалось. И она посмотрела на него. Его труд, должно быть, очень сильно повлиял на его физическое состояние. И она сказала, он сказал, «Дай мне пить». Она сказала, «Не подобает, чтобы иудей просил пить у самарянки». И он сказал, «Если бы ты знала, с кем ты говоришь, ты у меня просила бы пить». Тогда она сказала, этот колодец глубокий, что он делал? Он устанавливал контакт с ее духом. Видите? Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Теперь запомните это. Запишите это в ваши книги. Вот. Иисус никогда ничего не делал, прежде чем он видел в видении, что надо делать. Это верно. Не слышу, а что я вижу. Сын ничего не может творить, только когда видит отца творящего. То и сын творит так же. Он исполнял роль в драме. Никто ничего не может делать, если действительно Бог не скажет ему это сделать. Теперь заметьте. И отец, вероятно, сказал ему идти в Самарию. И тогда та женщина заговорила с ним. Он сказал, завел разговор, чтобы установить контакт с ее духом. И затем, когда он говорил о поклонении здесь, в Иерусалиме, мы тут же узнаем, что он обнаружил, в чем была ее беда. Мы все знаем, что это было. У нее было слишком много мужей. И вот он сказал, пойди, возьми мужа твоего и приходи сюда. И она сказала, у меня нет мужа. Он сказал, правду ты сказала, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не твой. Взгляните на эту женщину. Заметьте. Я задержался слишком долго. Слишком долго? Она в том состоянии. Но знала о реальной Библии больше, чем множество проповедников знает сегодня. И как только он увидел, она может подумала, что это просто какой-то человек, видит ее состояние. И она захотела, хочет поумничать с ней, или что-то такое. И она сказала, у меня нет мужа. Он сказал, правду ты сказала, у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не твой муж. Сразу же вспыхнуло то предопределенное семя в сердце ее. Она повернулась, она сказала, господин, я вижу, что ты пророк. У нас 400 лет не было ни одного, ты знаешь. Мы знаем. Даллас, не упусти этого. Мы знаем, мы ожидаем Мессию, названного Христом. И когда Он придет, именно это Он будет делать. Это будет Его знак. Иисус сказал, это Я, который говорит с тобою. При этом, она уронила свой кувшин и пошла в город. И говорила, пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Мессия? И в Библии сказано, что они уверовали в Иисуса по словам той женщины. Вот таким образом Он отождествил Себя с Мессией. Не по одежде своей, не образованием Своим, не членской карточкой, не почтением к Нему со стороны людей. В Нем был Бог, проявляя Слово, которое Он обещал. В Святого Иоанна 5, 39, Он сказал, Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь вечную жизнь. Именно они свидетельствуют, то есть говорят вам, кто Я такой. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Мой брат, моя сестра, вы прекрасные слушатели, вам можно говорить всю ночь. Вы видите, каким тогда был Иисус? Он проявился. Это был Бог, проявившийся в человеке по имени Иисус Христос, именно Сын Божий. Обещавший, как было в дни Ноя, и всякая другая декорация установлена в точности. Так это будет в пришествии Сына Человеческого. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Ох, церковь, не смотри, слепо уставившись, но верь в Господа Иисуса Христа. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, вам хочется увидеть Его? Господа, нам, как вы будете Его искать? Если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, Он будет делать то же самое. Теперь, сюда мог бы прийти какой-нибудь человек со шрамами на ладонях от гвоздей, с кровью и дымом, и с елеем, просачивающимся из кожи. Это ничего не показало бы. Любой лицемер может это сделать. Конечно. Но что это такое? Это проявление сего обетованного слова. Он был Божьим помазанным пророком. Он был Богом пророком. Он был тем, чем были все пророки. Это было в Нем. Плюс остальное, присущее Богу. Бог был во Христе, примиряясь с миром. Он был Богом, Эммануилом, полнотою Бога, явившегося нам в личности своего Сына Иисуса Христа, второго атрибута Божьего. Заметьте теперь, Он сегодня живой. Он не мертвый. Он живой. Он сказал, что немного, и мир, космос, мир, ордер, увидит меня, увидит меня, увидит меня больше. Он сказал, что еще немного, и мир, космос, этот мир не увидит меня, не увидит, не увидит меня больше. Но вы увидите меня, ибо я, я, опять личное местоимение, я буду с вами, даже в вас до конца этого мира, или в конце этого мира, когда эти писания исполнятся. На протяжении всего времени это был Бог, в Которого мы уверовали в период Лютера, Бог, Который восклицал в период Уэсли, Бог, Который говорил на языках в период Пятидесятников. Он спускается прямо перед появлением обещанного Сына, чтобы доказать свое Писание. Все Писание должно быть исполнено. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Давайте склоним головы. Небесный Отец, нам хочется видеть Иисуса. Пусть Он придет в этот вечер, Господь Иисус. Приди в силе своего воскресения. Я долго говорил, но слово или пара слов от тебя будут иметь больше значения, чем все кем-либо сказанное, и тогда пусть церковь не спит. Пусть Божье последнее проявление, как Он обещал, как это было в дни Содома, перед тем, как огонь сошел на язычников, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Тень. Негатив и позитив сходятся настолько близко, что скоро наступит время объединения. Мы видим, что народы объединяются, назвали ООН. Церкви объединяются, Экуменический Совет объединяется с Ватиканом. Все церкви объединяются вместе, верующие и неверующие. Рабочие объединяются в профсоюзы. Господь, пусть церковь пробудется и увидит это время объединения, что Иисус объединяется со Своей церковью, муж и жена. Скоро состоится церемония бракосочетания, и они станут одно целое. Когда Он трясет перед нами последним знаком, то есть показывает нам свое обетование, пусть мы увидим Иисуса и прославим Его, ибо мы молим во имя Его. Аминь. Теперь я собираюсь, может быть, чтобы вовремя уйти, у меня есть 10 минут, если каждый будет откликаться. Теперь тем, у кого есть молитвенная карточка. В этот вечер у меня не будет времени принять всех, но потихоньку мы примем всех. Билли теперь где-то здесь, я уверен. Иногда они даже не раздают карточки, но я думаю, что он сказал мне, что он... Вы получили молитвенные карточки, не так ли? Поднимите руки, да, верно, молитвенные. Л. Л. Хорошо. Это тот больной человек, очень больной, там. Ладно. Л. Номер один. Встаньте здесь. Л. Номер два. Где вы? Л. Номер два. Где номер два? Вы поднимите руку. Л. Хорошо, подойдите сюда. Это дама. Л. Сын приходит сюда. Вот что происходит. Л. Он приходит сюда, и перед аудиторией он берет эти карточки и все их смешивает вместе. И затем, если вы хотите, он дает вам карточку. Л. Любой может получить карточку. И затем вас вызывают по тому номеру. Л. Из этого видно, что сын не знает, когда их будут вызывать. Л. Однажды мы, многие из вас, должно быть, помнят, какой-то человек продавал молитвенные карточки на собрании. А это гарантировало бы, что человек будет стоять на платформе. Л. И кроме того, иногда я начинаю с одного, а иногда я начинаю с пятидесяти, иногда я начинаю с четырнадцатой, двадцатой, шестнадцатой, затем иду в обратном порядке. И вынимаю несколько здесь. Л. Кто из вас был на собраниях и видел, как это делается? Л. Ну, конечно. Видите? Молитвенная карточка здесь ни при чем. Л. И многие там исцеляются, у которых даже нет молитвенной карточки. Л. Номер один, два, три. У кого три? Молитвенная карточка номер три. Поднимите руку. Л. Там сзади. Это дама. Подойдите сюда, дама. Л. Номер четыре. Если вы не можете подняться, мы вас принесем. Л. Номер четыре. Л. Если кто-то... Я вижу здесь носилки и пару инвалидных колясок стоят здесь. Л. Если не можете прийти, мы вас принесем. Л. Номер четыре. Номер пять. Молитвенная карточка номер пять. Л. Номер шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Л. Пусть эти сейчас приходят. По номерам, если могут. Л. Давайте посмотрим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Эти все есть? Эти есть. Давайте на этом остановимся на минуту. У нас маловато времени. Мне никогда не нравится распускать после 9.30. Так, кто там не имеет молитвенной карточки, а хотите, чтобы Иисус вас исцелил? И вы знаете, что Он может вас исцелить? Поднимите руку. Мне не важно, если вы на балконе, где бы вы ни были. Послушайте, если у вас нет та женщина, что прикоснулась к одежде, пока их здесь строят. Та женщина, что прикоснулась к его одежде, у нее, может быть, не было никакой молитвенной карточки. Но она сказала, теперь послушайте внимательно. Она сказала в сердце своем, я верю тому человеку. Если я прикоснусь к его одежде, я буду здоровой. У нее было кровотечение. Кто из вас помнит эту историю? Она проскользнула сквозь толпу, может быть, пробралась между ними. Бедная, бледная, болезненная женщина. И она прикоснулась к его одежде. У палестинцев одежда свисает свободно. Он этого не почувствовал бы. Я не почувствовал бы, если бы вы прикоснулись к моему карману, хотя мой пиджак плотно облегает. Но те палестинские одеяния, и они носят нижнюю одежду. И она прикоснулась к его одежде. И он остановился и сказал, кто прикоснулся ко мне? Она скрылась там среди собравшихся. Он сказал, ну, сказал Петр, господи, задаешь странный вопрос. Все прикасаются к тебе. Он сказал, но я заметил, что я ослабел. Добродетель, сила вышла из меня. Кто из вас помнит это? И он искал везде среди собравшихся, пока он не обнаружил ее. Правильно? И сказал, вера твоя спасла тебя. Правильно? Теперь взгляните, служители. В Библии сказано, что Иисус Христос в Евреям 3. Это первосвященник исповедания нашего, который может сострадать нам в немощах наших. Кто из вас знает, что в Библии это сказано? Что ж, если он вчера, сегодня и вовеки тот же, то как он действовал бы сегодня? Так как он действовал вчера, конечно. Теперь вы смотрите. Не было бы никакой пользы, если бы прикоснулись ко мне. Я был бы как твой брат, муж, отец, кем бы ни был. Во мне не было бы никакой силы. Но если вы своей верой можете прикоснуться к нему, тогда посмотрите, как он обернется. Просто попробуйте. Нет, не пробуйте. Сегодня слишком много пробующих. Вы прикасаетесь. Теперь будьте очень почтительны. В тишине. Теперь несколько минут, и станет ясно. Эти вещи, которые я сказал, звучат хорошо. Но видите, правильно это или нет. Это следующее. Все ли это? Я слышал, как говорят мусульмане, сикхи, джайны, буддисты. Ой-ой, мусульмане. Но они не могут. Они могут говорить о чем-то таком, что было. Но как насчет сегодня? Видите? Если он не... Если он исторический бог, то сегодня он для нас бесполезен, если он только исторический бог. Если он вчера, сегодня и вовеки не тот же самый, тогда Библия рассказывает что-то ошибочное. Теперь, если он заставит меня покорно подчиниться его воле, вас подчинится его воле. Тогда, действуя между нами, видите, вот куда приходит сила Божья. Теперь, если тот человек болен, я хочу, чтобы он сидел там, где он находится. Вы сейчас видите его из аудитории? Он сидит здесь. Принесите его стул прямо сюда, если хотите. Вы не против пройти сюда, сэр? Хорошо, приходите прямо сюда и садитесь. Принесите стул сюда, брат Грант, пожалуйста, чтобы этот человек здесь мог немного посидеть. Хорошо, теперь просто посидите там, сэр. Я понаблюдал за этим человеком несколько минут. Чуть не теряет сознание. Он должно быть серьезно болен. Я не знаю. И если бы я знал, и мог бы ему помочь, но не сделал бы этого, тогда я не подхожу для того, чтобы стоять здесь за этой кафедрой и говорить вам, люди, христиане. Но этот мужчина, вероятно, не старше меня. И это наш... Вероятно, мы не знаем друг друга. Я полагаю, вы меня не знаете. Вы знаете меня. Но я вас не знаю. А, вы видели меня в Джонсборо, примерно 15 лет тому назад, когда я был там на собрании. Да, сэр. Что ж, тогда было замечательное время там. Я думаю, это был брат Ричард Рид. Если этот человек теперь сидит здесь и страдает, если я мог бы исцелить его, но не сделал бы этого, какой я был бы человек? Но я не могу исцелить его. Но если бы мы теперь хотели бы увидеть Иисуса, а Иисус стоял бы здесь, одетым в этот костюм, который он дал мне, теперь Иисус сказал бы, «Идите сюда, и я исцелю вас». Будьте осторожны, если вы знаете Библию. Вот. Никак нет. Он уже это сделал. Он не мог бы сделать это сегодня. Он уже это сделал. Он был мучим за беззаконие наши. Ранами Его мы были спасены. Вернее, ранами Его мы были исцелены. Все верно. Теперь, но Иисус мог бы заявить о себе. Открыть этому человеку, в чем его беда, или какое это дело, или что тот совершил. Правильно. И из-за этого тот узнал бы, что здесь присутствует Христос. Потому что я его не знаю. Вот я поднял свои руки, я... Он сказал, что он был на собрании в Джонсборо. Это было 15 лет тому назад. Я никогда в жизни не видел этого человека. Насколько я знаю. Он завтра может сесть там сзади. Вот. Я никого тут не знаю. Кажется, я знаю, что это вот здесь сидит мистер Вэй. Один англичанин сидит вот здесь, которого я знаю. Который однажды упал замертво в моей церкви в Джефферсон-Вилле, штат Индиана. Упал замертво. Здесь где-то есть его жена. Она медсестра. В то время, как я говорил, этот человек упал замертво. Упал прямо там. Мертвый. Спустился и прошел туда. Возложил на него руки. Вот он стоит. Видите? Видите? Если бы я мог добиться от собравшихся тишины и спокойствия, чтобы мог сойти Святой Дух. Не возбуждайтесь. Просто сидите тихо. Понимаете? Теперь, сэр, я хочу, чтобы вы посмотрели сюда. Минутку. Я говорил и я, я здесь готов помочь вам. И если я могу вам помочь, я сделаю все, что смогу. Что я теперь тут говорил по Писанию? Бог обязан, потому что я верю, что это последние дни. Бог обязан исполнить то слово. А именно это он обещал сделать. И если бы он мог сказать мне кое-что из того, что вы совершили? Или что с вами не в порядке? Или для чего вы здесь? Или что бы там ни было. Вы узнали бы, правда это или нет. Вы подтвердили бы это. Но если я сейчас подойду сюда и возложу на вас руки, скажу, слава Богу, вы исцелены, слава Богу. Это было бы нормально, совершенно нормально, если бы вы поверили этому. Но что если он скажет вам, что вы совершили? Или какой-то повод, причину вашей болезни? Или что-то такое? Тогда бы вы знали, если он сказал вам, что было, то он наверняка знает, что, что будет. И будет верно. Так точно. Вы верите этому, аудитория? Что я теперь делаю с этим человеком? Я пытаюсь установить контакт с его духом, точно как наш Господь тогда у колодца, где была та женщина. Я не знаю его. Я никогда его не видел. Теперь много здесь больных. Многие молятся. И теперь, Небесный Отец, мы берем каждый дух здесь под мой контроль, во славу Божью, чтобы исполнилось Писание Твое. В Библии сказано, почему Иисус исцелял, чтобы исполнилось Писание. И по этой причине ты являешь милость в эти последние дни, чтобы исполнилось Писание. Мы только что говорили о них в этот вечер. Даруй это, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Теперь посмотрите на меня. Один момент. Посмотрим, откроет ли меня Господь, в чем ваша беда. А если Он откроет, будете ли вы, если Он расскажет мне, в чем ваша беда. Вы выглядите очень больным. Если Он расскажет мне, что с вами не в порядке, или что-нибудь, тогда вы будете верить. Вы узнаете, что это должен быть Он. Кто в этой аудитории будет верить? Одно, это вы ужасно страдаете от грыжи. Эта грыжа мучает вас. Это верно. Видите? Верно ли это? Поднимите руку, если это верно. Вот от чего Он больной. Видите? Подавлен. Вы верите? Да. А вот другая вещь. На правой части вашего лица пятно. Вы обеспокоены этим. Позвольте вам сказать и нечто другое. Вы верите, что Я Его пророк? У вас и на правом бедре под одеждой тоже есть пятно. Если это правда, поднимите вашу руку. Видите? Видите? Как вы верите? Теперь вы верите? Идите и будьте здоровы. Иисус Христос делает вас здоровым. Идите. Верьте этому. Ничуть не сомневайтесь, сэр. Вот здесь пройдите. Подходите сюда, брат. Теперь идите. Веру я. И все для вас будет хорошо. Теперь вы верите? Только имейте веру. Хорошо. Вы знаете, что я этого не знал. Сюда. Проходи, сестра. Я не знаю тебя. Мы не знакомы друг с другом, я полагаю. Если это правда, чтобы аудитория могла увидеть, что мы не знакомы. Вот. Это точно как тот случай, когда однажды Иисус встретил женщину у колодца. И вот мы опять встретились. Мы встретились спустя две тысячи лет по его обетованию. Вот мужчина и женщина встретились таким же образом. Я никогда в жизни тебя не видел. Я полагаю, что мы совершенно не знакомы. Но Бог знает нас обоих. Если теперь Святой Дух, Христос, здесь и в тебе откроет, для чего ты здесь стоишь или что-либо о тебе, придешь ли ты в восторг, как та женщина в тот день пришла в восторг? Ты пришла сюда ради молитвы. И молитва за состояние в твоей груди. Это верно. Если это правда, подними свою руку. Теперь ты веришь, что Бог может сказать мне, в какой это груди? Это в правой груди. Это верно. Люди все еще говорят, там кто-нибудь приходит, говорит, он это угадывает. Я это не угадываю. Не думайте так. Это препятствует вам. Вот. Запомните, теперь вы не можете скрыть ваши мысли. Да, это верно. Да. Верно. Вот. Ты должна верить. Ты проповедница. Дама проповедница. Да. Это верно, не так ли? Все верно. Иди, верь теперь, и с тобой будет все в порядке. Благословит тебя Бог. Только верь. Ты веришь? Как ты делаешь? Мы страны с другими. Вы верите? Здравствуй. Мы не знакомы друг с другом. Я не знаю тебя. Бог не знает тебя. Это правильно. Я тебя не знаю. Бог тебя знает. Если это правда, подними руку, чтобы... Ты намного моложе меня. Может быть, та женщина, которая встретила нашего Господа, была намного моложе. Теперь другая женщина встала здесь. Кто-то там верит. Вот там она сидит. У нее проблема в груди. Правильно? К чьей одежде ты прикоснулась? К его. Теперь это прошло. Христос делает тебя здоровой. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот. Та женщина в шести метрах от меня. Но она не ко мне прикасалась. Она прикоснулась к первосвященнику. Разве не видите? Я стоял к ней спиной. Это показывает, что он тот, кто дал обетование. Тот же самый и сегодня. Вы страдаете от нервов. Очень нервничаете. Особенно поздно вечером. Вы, когда вы утомленная и измученная. Вы очень нервная. И еще, в вашем теле есть какая-то отрава. Это отрава в вашей крови. Но это верно. И еще, у вас бремя на сердце о ком-то ради его спасения. Не так ли? Так точно, это верно. Теперь вы верите? Хорошо, идите. Как вы поверили, так вам и будет. Имейте веру. Не сомневайтесь. Имейте веру в Бога. Только верьте. Здравствуйте, леди. Мы с вами не знакомы, я полагаю. Если это правда, поднимем руки, чтобы они увидели. Я никогда в жизни ее не видел. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите этому? Если Господь Иисус скажет этой женщине, прямо здесь, сейчас, что-нибудь о ней, о чем я ничего не знаю. Что ж, мы не знакомы. Мы... Вот она просто стоит здесь, видите? Ладно, будете верить. У вас проблема с желудком. Он беспокоит вас. Сидит вон там, в черном костюме. Прямо сейчас он беспокоит вас. Если это правда, поднимите вашу руку. Видите? Знаете почему? И у этой женщины тоже желудок. Видите? Это верно. Видите ту черную полоску, что вьется там между ними? Это бес, видите? Он старается убраться оттуда, видите? Он не может. Он не может спрятаться от Бога, это уж точно. Мы в присутствии Иисуса Христа. Вы должны верить, имейте веру. Чего он коснулся? Он не ко мне прикасался. Я не знаю этого мужчину. Он мне не знаком. Мы не знакомы друг с другом. Сэр, я не знаю вас. Поднимите вашу руку, если это так. Видите? К чему он прикоснулся? К Иисусу Христу. Разглядите, не упустите. Теперь вот эта дама. Да. Ох, на этой даме тень. На ней смерть. Она страдает от рака. И этот рак в желудке. И также в позвоночнике. Она от нее отказалась. Она умирает от рака. Это правда, не так ли, дама? Это вам рассказали. Теперь смотрите сюда. Вы, у вас есть только одна надежда. Это Христос. Вы верите, что я его слуга? Кто-то должен был мне это рассказать, не так ли? Кто-то должен. Я, я, нет. Я сам этого не узнал бы. Если я скажу вам, кто вы такая, вы поверите, что я его пророк? Это вам поможет? Поможет? Миссис Кроссли. Теперь возвращайтесь домой. Вы верите? Вы верите? Кто из вас верит теперь всем своим сердцем? Тогда поднимитесь на ноги и примите это. Просто встаньте прямо и скажите, я верю. Поднимите руки повсюду. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, да будет осужден дьявол и все его силы. Пусть Господь Иисус Христос, обещавший это для последних дней, Он теперь здесь. Да произойдет это Господь в сей час, чтобы людям это удалось. Пусть они увидят, чем Бог потрясает перед ними, перед тем, как обрушится огонь. Пусть эта группа Авраама, это царственное семя Авраама уразумеет час, в который мы живем. О Иисус, Сын Божий, коснись здесь каждого больного, исцели их Господь. Пусть они верою своею осознают, что они находятся в присутствии Бога, который спас их и будет судить их в тот день. Пусть ныне сила Его сойдет на них и исцелит здесь каждого в божественном присутствии. Субтитры создавал DimaTorzok